С нами на связи Андрея Каллан, официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Америки. Андрея, рады вас видеть в эфире телеканала Freedom. Добрый у нас вечер, у вас не совсем. Здравствуйте. 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 Андрея, ну если бы вам предложили, знаете, вот подытожьте заседание в рамках формата Rammstein, да, вот как развивается история с предоставлением всей необходимой помощи нашей стране для того, чтобы официальный Киев одержал победу в этом противостоянии с Москвой. Ну вот то, что мы видели здесь в Брусселе вчера на встрече контактная группа по обороне Украины, группа Rammstein, и сегодня во время встречи министров обороны стран НАТО, это то, что страны НАТО, западные партнеры, мы готовы помочь Украине и дальше. Как министр обороны Остин сказал, говорили много об обучении, что нужно делать, чтобы усиловать совместно то, что совместно можно работать, и что украинские военные вооруженные силы могут и даже более успешно использовать ту технику, которую они получают. Также боеприпасы и дальнейшая координация, потому что мы видим, что Путин собирается на новое наступление весной, и мы хотим, чтобы Украина была готова бороться с этим, и также готова к новому контрнаступлению, который может быть, или который будет. Потому что вот то, что мы видим, Путин, ну, он уже 12 месяцев, да, и Путин до сих пор не понимает того главного факта, что Украина не собирается отказываться от своего суверенитета и независимости, и международное сообщество, как мы видели здесь, в Брусселе, не собирается отказаться от поддержки Украины, не собирается прекращать поддержку Украины. Так что мы будем помочь, и будем помочь дальше. И вот эта встреча здесь, в Брусселе, это показало очень, было очень видно, очень ярко. Звучала информация о том, что 20-22 февраля президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден собирается посетить Польшу. Звучала информация от польских изданий о том, что там может он встретиться и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Что вам об этом известно, насколько высоки шансы, и если такие встречи состоятся, то о каких результатах можно было бы говорить? Ну вот, действительно, президент Байден едет в Польшу, у него будет возможность говорить с разными партнерами, с нашими партнерами из Польши. Нам нужно ждать больше информации о его расписании от Белого дома. Но это не случайно, что он едет в Польшу, потому что Польша как раз очень важный партнер, чтобы Украина могла бы защищать себя. Польша – это место, куда очень много украинцев уехали, потому что вынуждены были уехать из своих домов. Так что вот президент Байден едет туда, с кем именно он встречается, нам нужно ждать от Белого дома. Но вот это как раз важный момент. Тоже хочу подчеркнуть, что Государь Блинкен едет в Мюнхен на конференцию по безопасности, Мюнхенская конференция по безопасности. И эти форумы, эти встречи, эти возможности, когда западные партнеры могут говорить о поддержке Украины, они продолжаются. Были сегодня, вчера здесь в Брюсселе, будет в Мюнхене, и даже в Польше. Так что вот мы просто показываем Кремлю, что Запад единый, и мы будем помочь Украине столько, сколько потребуется. Андреа, а что вы скажете о возможной встрече президента Байдена и президента Зеленского? Исключается ли такой вариант? Ну, возможно, вы владеете какой-то информацией? Или пока еще рано об этом говорить? Ну, пока у меня нет информации, я не могу подтвердить, что будет встреча. Но не исключено, мы знаем, что президент Зеленский часто встречается с западными лидерами. Он как раз недавно был в Америке, и, как мы видели, был очень хорошо принят в Конгрессе. Так что опять нам нужно ждать, но не исключается. Генсек НАТО, Ген Столтенберг, побывал в Польше, была у них пресс-конференция, встречался с Анджием Дудой и акцентировал внимание на том, что Беларусь должна прекратить соучастие в войне, говоря о том, что делает НАТО, говоря о том, что делают Соединенные Штаты Америки. Каким мы акцентируем внимание на том, что, да, нужно прекратить агрессию Российской Федерации против Украины, против мирного населения, против Европы в том числе. Но вот как быть с теми, кто являются пособниками, соучастниками этой войны, этой агрессии, такими, как Беларусь? Каким образом? Понятное дело, что вводятся санкции против Беларуси в том числе, против Ирана и так далее, и так далее. Десятый пакет санкций, который уже анонсировался, говорилось о том, что там будет большая работа направлена на то, чтобы бороться с теми, кто обходит санкции. Какая, по вашему мнению, ключевая позиция борьбы с соучастниками, она должна быть сейчас, пока еще агрессия длится, или уже, возможно, потом, после того, как агрессия будет остановлена, и Украина победит? Ну, мы в США, говорят, вот каждый день с теми, говорят, что те, которые помогают России совершать свою агрессию против Украины, они, мы будем вести санкции, мы будем делать все, что мы можем, чтобы наказать тех, которые помогают Путину продолжать свою агрессию. У нас есть диалог с Минском о том, что они не должны быть причастны, они не должны дать России возможности продолжать агрессию через Белоруссию. Мы видим, что белорусский народ этого не хочет, и это просто, это не в интересах Белоруссии. Тоже, кстати, мы видим, что Иран помогает Россию и Северной Кореи, и мы смотрим на это, и будем принимать разные меры, чтобы другие страны, другие организации, бизнесы, кто угодно, не видеть пользу помочь Кремлю в этом. Так что вот наша дипломатическая работа продолжается, и будем очень сильно работать, чтобы все видели, как это невыгодно помогать Путину продолжать свою агрессию. Андрея, смотрите, вот говоря о работе дипломатической, о работе дипломатов, вот продолжение нашего разговора, несколько позиций со стороны посла Украины США, Оксаны Маркаровой, которая заявила, что Конгресс США поддерживает Украину на очень сильной двухпартийной основе, об этом она заявила во время проведения Киев-Джувиш-форума. Она говорит о том, что не видит признаков усталости от Украины, говорит о политиках, о поддержке со стороны политикам американского и со стороны самих американцев. И она также, знаете, выразила убеждение в том, что со стороны США более эффективно и выгодно сейчас, и дешевле помогать Украине выиграть эту войну, пока она еще пребывает на территории Украины. Речь идет о войне. И Маркарова озазначила, что в противном случае Россия может напасть на другие страны. А есть вот это, знаете, насколько глубоким является вот это убеждение Вашингтона, Госдепа о том, что действительно вот сейчас лучше для всего мира победить Украину вот в рамках пока вот такой фазы противостояния. И насколько глубоко убеждение, что действительно вот эта война может распространиться и на другие страны, и в частности страны НАТО. Ну, действительно, важно помочь Украине бороться с российской агрессией, бороться с вторжением, которое было и продолжается. не только потому, что это вот правильно помочь Украине, а потому что действие России в Украине, вторжение России в Украину, это создает безопасности для всего мира. Если одна страна может просто решить, что хочет вторгаться в соседнюю страну, и это может это делать безнаказанно, это вот против всего, что создает мир в Европе и во всем мире. Так что мы просто все должны очень громко сказать своими словами и своими действиями, что так вести себя нельзя, что нужно соблюдать международные нормы, и просто решить, что один прекрасный день хочется взять соседную страну, это невозможно. Международное сообщество не позволяет России это делать. Андреа, говори вам огромное спасибо за то, что сегодня были у нас в эфире. Андреа Каллан, официальный представитель Госдепартамента США, была с нами в эфире информационного марафона. Субтитры создавал DimaTorzok